Есть очень много видео, которые реально достойны большого внимания. Есть такие блюда, от которых невозможно отказаться. Всем привет, дорогие друзья! Вы хоть раз пробовали вкусно приготовить говяжью печень? Сегодня я вам покажу один из моих любимых рецептов, приготовленных в казане. Ну что, не буду задерживать ваше внимание. Поехали! Вот такая вот у меня говяжья печень. Сейчас нам нужно удалить пленку с нее. Это обязательно, ребят. Снимается легко. Просто поддеваете чем-нибудь острым и все. И удаляете вот такую вот пленочку. Это обязательно. После того, как сняли пленочку, наша печень готова к нарезке, к любой нарезке любых кусочков. Итак, нам понадобится печень, перец, помидор, стебель сельдерея, морковка, очень много зелени, такой как петрушка, укроп, а также лук. Ну что, сейчас это все будем измельчать, подготавливать к нашему очень вкусному блюду. Сегодня готовлю вот в таком вот казане, чугунном также. Сегодня очень ветрено на улице, поэтому буду готовить в доме. В первую очередь нарезаем лук. Нарезаем кольцами. Это у нас будет такая подушка в казане. Если лук начал прорастать, ничего страшного. Весь лук нарезаем полукольцами. А что я сказал полукольцами? Мы его нарезаем кольцами. Так, морковочку нарезаем. Также вот на такие вот пластинки. Толщиной где-то в полсантиметра. Отправляем в казан совсем чуть-чуть подсолнечного масла. И начинаем улаживать в первую очередь морковку. На все дно. Перелаживаем кольца лука. Разрезаем печень на удобные кусочки. И следующий пласт у нас идет с печенью. Один пласт сделали с печенки. Второй пласт будем делать после того, как сделаем еще одну подушку с овощей. Сейчас нарезаю стебель сельдерея. Он придаст печени очень своеобразный и интересный вкус. И отправляем сверху на нашу печень. Теперь хорошенечко это все присаливаем. И хорошенечко приперчим. Именно хорошенечко. Помидорку также нарезаем вот такими вот кругляшками. Толщиной опять же примерно около сантиметра, чуть меньше. Ход пошел. Перец. 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 Ув~~ Перец. Перец. Редpostats. Также слоем отправляем болгарский перец. Берем половину части зелени, нарезаем и также отправляем в казан. Все, теперь отправляем в лучок. И следом опять у нас идет печень. Так, давайте еще раз присолим. И хорошенечко приперчим. Все, здесь больше никакие специи не нужны. Настоящие овощи и есть специи. Очень классные, пряные. Они сделают свою работу и придадут нашему блюду просто обалденный вкус. Сельдерей. Все слоя полностью повторяем. Сельдерей, помидорка. Перец. И зелень. И немного присолим сверху. Все, включаем плиту под нашим казаном, накрываем крышкой и будем готовить примерно 20-25 минут. За это время печень наша должна приготовиться. И за это время нужно будет перемешать раза два, больше не нужно. Ну вот и все, ребят. Спустя 25 минут наша печень говяжья готова. Видите, она мягенькая. Кто любит очень сильно переваренную, варите чуть дольше. Я люблю вот именно, чтобы она была мягкая. Сейчас вам ее разрежу и покажу, какая она внутри. Ах, запах, ребята, вообще супер. У меня уже рис готовится. На гарнир у меня рис. Можно также приготовить пюре или какую-нибудь любимую вашу кашу. Ах, ребята, смотрите, какая сочная. Ах, супер, просто. Просто восхитительно, ребята. Просто шикарная печень получилась. Ребят, я надеюсь, вы поддержите мой рецепт лайком. Поделитесь с друзьями, комментируйте. Мне очень приятно. На самом деле, очень вкусная и сочная получилась печень. Именно с овощами. Ну что, готовьте вместе со мной. Готовьте на природе. Готовьте в кругу семьи, в кругу друзей. Я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok